Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вяжу авоськи. Авоськи эти связаны не крючком, а челноком с плашкой. У меня многие знакомые подруги плетут сети, помогают отцам, мужьям плести сети. Я попросила мужа и он мне рассказал, показал, научил, как плести авоську. Расскажу, как плела ручку и полностью покажу все свои приспособления, все инструменты. Расскажу про шнуры, чтобы вы были в курсе. Вот у меня разных цветов. Еще я буду вязать зеленую и синюю. У меня есть такие шнуры. Вот еще одна из тонкого шнура. Главное, что нужно соблюдать при вязании. Это натяжение. Обязательно. Это главное условие. Натяжение. И чтобы плашка всегда была перпендикулярна вашему изделию. Вот так или так нельзя. Только перпендикулярно. Под прямым углом. Надеюсь, это понятно. Ну, а узел сам, как вязать, это нужно тренироваться. Я вам покажу, как он вяжется. А вы тренируйтесь. Но ничего сложного здесь нет. Это кажется, что как его связать тут сложно. Ничего сложного. Что хочу еще сказать. Авоськи можно вязать на разную ширину. Кому какая нравится. Вот желтую я связала. У меня, значит, вот видите, 4 части. 1, 2, 3, 4. И строп у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 4, 4, 7, 28. 28 ячеек получается в желтой. Красную авоську я вязала на 6 стропах. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 строп. 1, 2, 3, 4, 6, 4, 24. 24 ячейки. Вот. Поэтому выбирать вам на скольких стропах вам вязать. Поуже, пошире. Может быть кто-то вообще большие сделает. Кто-то наоборот узкие под что-то. Это выбор за вами. Для начала вам нужно сплести ручку. Я буду плести на луме. Вот. У кого есть лума, можете взять мои параметры. 3 отверстия пропустить. Вставить 4. Дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Между 8 и 9 поставить метку. Здесь примерно 15 см. Это будет стропа. Их будет несколько штук. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это будет ручка. 12 см примерно. Больше делать не нужно. Почему? Потому что ладонь максимум 11 см. То есть размер 11 см. Чтобы был захват. и для следующих строп тоже 15 см. Здесь получается 2 от края отступаем. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, можно сделать, если у кого нет лумы, взять обычную доску. У меня гвоздя не было, шуруп не используйте. Гвоздь нужен. Вбейте гвоздь с обратной стороны. И острый конец уберите, заточите. Значит, с одной стороны, с другой. Вот по этим же размером. И затем на эти гвозди наденьте термоусадочные трубки и феном запаяйте, чтобы у вас не царапалось, не скользило. Но говорю, не шуруп берите, а гвоздь. Затем берем шнур. Вот я буду плести, значит, стропы из полипропилена. Вот, полипропилен. Значит, толщина 1,5 мм, длина 50 метров. Он есть разных цветов. Вот у меня желтый, вот такой малиновый. Это 1,5 мм. Голубой. Или синий, как они тут пишут. Синий. И зеленый. Саму авоську из него не стоит плести. Он толстый очень. Есть полипропиленовый шнур. Тоже разных расцветок. Но... Вот тоже полипропиленовый шнур. Но он 1,2 мм. Из этого шнура еще можно. Но тоже я не рекомендую. Почему? Потому что узлы на воське. Тяжело их затягивать. Вот тоже разных цветов. И тоже по 50 метров. Значит, все эти шнуры производством Петроканат. Который находится в Питере. В Санкт-Петербурге. Вот из этих Шнуров Я и буду вам показывать Для наглядности. Есть вот такой шнур. Шнур особо прочный. Значит, в катушке у меня было 160 метров. Вот из него хорошо Плести авоську. И есть еще шнур Вот такой. Он потоньше. Диаметр 0,8 мм. Тоже производство Петроканат. Вот у него диаметр 0,8 мм. Очень прочный. И длина здесь 1600 метров. Но из этого шнура Авоська тонковатая. Ну, тоже можно плести. Я плела из нее. Но лучше всего подходит Вот этот шнур. Вот. Особо прочный. Я считаю, он хороший Для авоськи. Но для наглядности Я вам буду показывать Именно из этих шнуров. Из цветных. Вот видите, фирма Петроканат. Значит, берем шнур И кончик слегка опаляем. Чтоб не распустился. Теперь делаем петлю. Обычную. И надеваем на штырь. И затягиваем. Так. И делаем 7 оборотов. Причем этот конец Не считаем. Начинаем считать С правой стороны. Так. Вот. 1 1 2 Шнур Шнур не перекручивайте. А накладывайте сверху. Вот. Чтоб они были видны здесь. 3 3 3 4 5 5 6 7 8 10 10 11 11 Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ведем в левую сторону и заканчиваем седьмую, с левой стороны. Доходим до метки ручки, где захват будет, и оставляем для узла. И отрезаем. Этот кончик припаляем. Так, есть. Обязательно проверьте намотку. Вот, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот этот последний мы не считаем. Мы его сейчас будем отвязывать. И здесь семь. Проверяйте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все правильным. Теперь, эту часть держите. А вот здесь нужно развязать. Если не сможете развязать, его можно отрезать. Узел отрезали. И вот эти два конца должны завязать. Вот здесь. Завязывайте двойным узлом. Один, два. Два, два раза перекрутили. И постарайтесь очень-очень туго завязать. И еще раз. Один, два. Так. Вроде завязали. Далее. Берем маркеры. Какие-нибудь контрастные. И надеваем. С одной стороны. И с другой стороны. Так. Смотрите, чтобы штырьки у вас не выскочили. После того, как завязали узлы, Причем очень хорошо. Отрезаем эти кончики. Так вот. Примерно. И подпаливаем. И подпаливаем. И приклеиваем. Второй тоже отрезаем. И приклеиваем. Теперь беру этот же шнур И отмеряю два метра. Два метра. Почему два метра? Потому что я уже плела ручку. Уже плела. И у меня на обмотку Именно вот на этим 12 сантиметров Ушло два метра. Вы уже Будете сами определять Сколько нужно вам. Но если у вас Не получится С первого раза Я вам покажу Как можно Еще сделать. Так, ну вот Отрезала я шнур Длиной два метра И Концы оплавляю Ну и теперь я вам покажу Как оплести Ручку Вот эти 12 сантиметров Складываем пополам Длиной два метра завязываем обычным узлом этот узел подведите как можно ближе вот сюда и туго затяните можно даже двойным узлом завязать сейчас распущу то есть еще один оборот сделать и очень близко прям по мере сил начинаете плетение с любой стороны значит как я плиту и все плетут укладываем на будущую ручку одну сторону шнура второй шнур укладываем сверху заводим за эти стропы и вытягиваем в эту петлю и затягиваем сюда поближе дальше петлю всегда делаете с той стороны где узел вот здесь узел делаем петлю накладываем с другой конец накладываем сверху под ручкой и в петлю затягиваем и затягиваем опять вот узел вот узел укладываем со стороны узла сверху этот конец укладываем тоже сверху и его заводим в петлю и затягиваем опять где узел вот допустим вы плетете плетете и вам пришлось остановиться и вы не знаете с какой стороны делать петлю значит петля всегда делается со стороны узла сделали петлю сверху положили этот край конец и заводим в первую петлю в первую петлю это самый легкий способ оплетки опять еще раз покажу здесь узел значит здесь делаем петлю сверху накладываем другой и этот протягиваем вот сюда и затягиваем так может получиться так что вы не рассчитали длину шнура и он у вас где-то закончился вот я отрезал кусок значит вы опять берете такой же цвет со стороны узла делаете петлю а этот накладываете и протягиваете внутрь протянули а этот хвостик заправите сюда и и потом сюда запаяете можно этим же узором плести двухцветную ручку вот сейчас я вам покажу вот я взяла красную и зеленую нитку шнур делаете петлю вот здесь хвостик небольшой оставляете и здесь делаете петлю тоже вот хвостик небольшой оставляете заводите за стропы вставляете внутрь и в эту петлю протягиваете вот эту красную и затягиваете вот у нас узел значит мы должны начать с этой стороны зеленые сверху значит зеленый хвост мы кладем сюда так мы его придавим вот сделали петлю красный перекручиваем и в зеленую петлю так сейчас попробую упс вот вот и затягиваем здесь чтобы не перекрутились значит как я сказала зеленый цвет идет значит зеленый хвост оплавляете и приклеиваете с этой стороны а красный у вас должен там быть дальше так мне тяжело показывать перед камерой значит узел у нас здесь значит начинаем с этой стороны красную сверху опять под низ и сюда теперь узел с этой стороны вот он красный значит укладываем зеленую сверху на зеленую укладываем красную и под низ и в петлю теперь узел здесь вот он узел укладываем сверху красную укладываем на зеленую под низ и в петлю вот этот хвост от красного постарайтесь заправить на этой стороне и припаять а вот этот зеленый заправьте с этой стороны под зеленый и запаяете и у вас ручка здесь немножко неаккуратно показала в начале ручка будет с одной стороны красного цвета с зелеными узлами а здесь будет зеленый с красными узлами ну вот по такому принципу я говорю тяжело тут мне показывать но я надеюсь вы поймете ну вот доплела я ручку у меня видите сколько осталось от двух метров практически вообще ничего не осталось надо было даже побольше отрезать теперь что делаем завязываем двойной узел вот дошли мы до этого места двойной узел раз и двойной узел два тоже со всей силы затягивайте теперь берем крючок и протягиваем на одну сторону и потом обязательно на другую хвосты так сейчас попробую показать так сюда разворачиваем и в обратную сторону почему в обратную сторону мы здесь паяли вот у нас запайки здесь были чтобы все запайки у вас были с одной стороны так берем ножницы отрезаем и припаиваем точно так же эту часть шнура тоже выводим на обратную сторону а потом сюда и точно так же припаиваем ну вот закончила я ручку оплетать может у кого-то поаккуратнее получится значит значит после того как закончили вот этот штырь вытаскиваем ну а здесь она сама снимается и вот такая ручка у вас получается значит вот эта часть у вас будет сверху вот так а где мы паяли она будет внутри вот таким образом видите тут еще вполне для большого размера руки можно зацепиться точно так же плетете еще одну ручку только маркеры поставьте другого цвета вот я сплела вторую ручку здесь у меня маркеры другого цвета теперь берем ручки и складываем возьмите какую-нибудь веревку шпагат кусок такой чтобы не порвался складываем ручки вот одна вторая вторая значит как я сказала запайка внутрь идет и вот таким образом укладываем одна на другую так сложили вот одна против другой и теперь линейкой или челноком мы должны выровнять стропы почему именно стропы выравниваем потому что ручки оплетали и мы могли не точно плести правильно вот поэтому по ручкам не ориентируйтесь а по стропам вот мы сюда заходим так можно линейкой можно челноком у кого что под рукой будет вот вот именно стропы выравниваем и вот теперь мы должны завязать причем завязать очень туго все с этим делом мы закончили берем челнок по поводу челноков вот у меня челноки разных размеров разных расцветок к этим челнокам я заказывала флажки флажки тоже разных размеров вот единственное что плохо вот есть двойка два сантиметра и есть плашка полтора сантиметра вот но желательно было бы к этой плашке иметь один сантиметр но поскольку нет на один сантиметр мы будем искать другой выход вот я два набора плашек взяла на всякий случай и буду вязать на двойке на плашке и на восьмерке челнок челнок называется по-иному еще игличка значит двойка и восьмерка так теперь я беру опять шнур только 1,2 миллиметра здесь шнур 1,5 потолще здесь потонше у них даже цвета отличаются берем челнок делаем петлю и надеваем на середину вот этот конец опалите зажигалкой и начинаем наматывать намотку делают определенным образом проводят шнур сюда потом поворачивают в одну сторону допустим влево по часовой стрелке поскольку это пластик он гнется немножко отогнули и набросили и набросили протянули и обязательно поверните обратно опять набросили отогнули и обратно набросили и обратно почему наматывается именно так это рекомендуют именно в книгах по плетению сетей по вязанию сетей потому что когда вы будете плести авось мы будем раскручивать определенным образом челнок и у вас нитка не будет перекручиваться я вам покажу причем витки делайте один над другим сюда кучи не делайте чтобы они не заходили только потихоньку один за другим по порядку вот и так наматываем поскольку шнур все-таки толстый его не особо много сюда войдет на челнок поэтому кто много плетет те изготавливают самодельные челноки они делают длиннее чтобы больше лески или шнура вошло и за счет того что они длинные больше входят и длинный сердечник делают после того как намотали шнур мы должны оставить конец вот этот нитки шнур в два раза больше чем сама авоська сейчас попробую нарисовать здесь здесь у нас допустим была ручка мы сплели ее вот ручка так дальше идет сама авоська вот здесь у нее ячейки будут и вот это расстояние самой авоськи в пределах 40 44 сантиметров это по стандарту по ГОСТам поэтому мы должны оставить вот этот хвост в два раза больше чем сама оська для чего это нужно мы потому что будем к этому хвосту подвязочная нить вот здесь она у нас сбоку будет проходить и мы будем к ней прикрепляться если кто крючком вяжет тот знает что при переходе от одного ряда к другому мы делаем петли подъема и вот здесь это будет заменять если мы не будем подвязываться к подвязочной нити то у нас вот эти ячейки они будут выглядеть по диагонали идти вот так они будут идти расположены если не будет подвязочной вот этой нити то ячейки не так будут расположены а вот так это неправильно надо делать чтобы ячейки были вот таким образом но поскольку шнур толстый и мы когда будем прикрепляться у нас будут будет шнур уходить еще на узлы если 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 мы если бы мы плели вот из тонкого шнура здесь особой разницы нет нужно ставить в два раза больше и все будет нормально узлы будут тонкие маленькие но здесь на узлы как вы понимаете представьте завязать узел какой он толщины будет поэтому я оставляю на подвязочную нить не 80 сантиметров я буду вязать на 40 сантиметров не 80 вот мы должны оставить 80 сантиметров то есть в два раза больше вот я буду на 40 вязать 80 но за счет узлов мне придется оставить больше то есть я оставлю 90 сантиметров этой подвязочной нити ну вот берем сантиметров ленту и от хвоста отмеряем вот 90 сантиметров отрезаем и оплавляем вот этот хвост у нас вот он подвязочная нить так теперь я вам покажу основное приспособление на котором будем которым будем прикрепляться цепи цепи карабины значит сразу скажу к батарее отопления ни в коем случае не подвязывайтесь их можно сорвать потому что будет натяжение сильное так муж мне прибил к тумбочке она у меня рабочая уголок значит уголок нужно подбирать под цепь вот вы купите цепь и чтобы вот эта часть проходила в звено почему цепь цепи можно регулировать вот вы будете вязать авоську она у вас будет длинная и вы будете цепь уменьшать сначала она у вас будет допустим короткой вы где-то сидите плетете плетете она у вас длинная стала вы это звено снимаете и ближе сюда и станет коротким дальше надо сразу все искать вместе затем вот такой карабин сейчас вам все по отдельности покажу вот такой карабин карабин должен обязательно проходить в цепь в звено почему такой карабин вы же авоську плетете по кругу и у вас вам не нужно будет ее перекрутить она будет сама крутиться авоська к этому карабину он же не разъемный тут авоську сюда ручки не повесите берем другой карабин и вот сюда вставляем а сюда набрасываем ручки вот видите шнур толстый вот тяжело будет пройти так одну в стиле вторую вот и вот когда мы будем плести по кругу у нас будет вращение и вам не нужно будет менять что-то переставлять единственное регулировать длину цепи значит вам нужно чтобы три детали если вы будете брать значит вот этот карабин вот вот этот карабин и цепи все совпало чтобы они могли соответствовать друг другу а уголок уже потом можно найти теперь по поводу вот этого уголка значит его можно заменить вот есть анкеры вот такие вот можно вставить анкер и на него уже цепь подвешивать но поскольку у меня тонкая доска здесь боковина вот эта часть у меня будет торчать в ящике и не будет закрываться ящик тумбочки это у меня тумбочка вот ну а если вы в какое-то толстое там дерево там не знаю куда будете венчивать вот можно на анкер так еще что хочу сказать когда вы будете вязать и вам будет мешать звук цепи карабина особенно если вы вечерами или ночами будете вязать можно что сделать взять пленку пузырчатую и на скотч прикрепить и тогда можно даже вдвое не будет слышно и можно спокойно ночами вечерами вязать авоську пузырчатую Продолжение следует...